Пятый по счету Народный театр открылся в Приморье в поселке Славянка Хасанского округа. Воплотить свою мечту и стать артистами изъявили желания многие люди, чьи профессии никак не связаны с искусством. Среди них офицер запаса, учитель английского языка, воспитатель детского дома, предприниматель, сотрудник Дома культуры, фотограф. Это для нас событие фантастическое, снова новый город, новые люди, новое искусство, новый театр. Неведомое то, что будет происходить и станет ведомым уже в марте месяце. В марте? Апрель, апрель. Для них в апреле, значит, в марте. В апреле месяце. То, что Народный театр станет глотком свежего воздуха и привлечет в Славянку новых туристов, не сомневается глава Хасанского округа Иван Степанов. Для меня это приятно, такое событие, что на территории Хасанского муниципального округа будет открыт театр. Я думаю, что наши жители тоже будут рады посмотреть на наших артистов, на наших артистов, которые будут участвовать, на наших детишек. С любовью не шутят, так будет называться спектакль, который поставят в Славянке. Премьера назначена на апрель. Больше всего волнуются и ждут первых репетиций новоиспеченные артисты. Я очень люблю театр Горького, я вообще люблю театр. И думаю, что, несмотря на свой возраст, я найду, наверное, возможность раскрыться. Я, потому что со школьной скамьей очень любила стихи и сейчас наблюдаю то, что очень мало во всех концертных программах, больших концертах, мало всегда произведений поэтических. Поэтому я думаю, что, может быть, театр позволит, значит, воплотить вот эту идею и чаще читать какие-то монологи и стихи наших замечательных поэтов. Офицера запаса Александра Тарасенко на кастинг привела супруга. Жюри он покорил стихотворением на немецком языке. Театр. Вся наша жизнь игра, да, и кто мы в нем. Если возьмут, дай бог, перенять что-то у, так скажем, у великих актеров, пусть даже не великих, но у специалистов своего дела, это дорогого стоит, честно говоря. Ранее народные театры появились в Дальнегорске, Арсеньеве, Артеме и Спаске Дальнем. Проект реализуется по инициативе губернатора Олега Кожемяка под патронажем Краевого драматического театра имени Горького. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.